Продолжаем рассматривать ситуацию с Quiz Group и определяем дальнейший порядок действий. Ситуация по состоянию на 25 декабря. У многих партнеров, у которых были отключены каналы, также зачистили данные по личному кабинету. То есть накануне выплаты и когда они получили письмо о том, что выплата будет произведена, была статистика, где отображался доход. Здесь пример одного из таких каналов, которые мне прислали. И через некоторое время, когда уже началась вся эта хрень, удалили полностью всю информацию о доходе, всю информацию о каналах и личный кабинет остался полностью пустым. Также следует такого содержания ответы поддержки. Ответы, либо сформированные шаблоном автоответчиком, либо совершенно без вникания в ситуацию. То есть тут у человека был авторский канал, никаких нарушений нет, ему же написали, что канал заблокирован за нарушение принципов сообщества, нарушения в области авторского права. Выплаты произведены не будут, доступ в канал не будет восстановлен. То есть грубое введение в заблуждение. Еще такие ответы следуют, что выплаты в адрес вашего аккаунта не будут произведены, по причине ваш аккаунт находится под подозрением в связи с многочисленными грубыми нарушениями. Понимаете, какая формулировка? Это полнейший бред насчет этого нахождения под подозрением. В свое время примерно такую же формулировку применяла медиасеть Creative Nation, тоже якобы под подозрением, хотя деньги они получали и просто их не выплачивали. Теперь народ собирает петицию, нужно ли ее подписывать и вообще даст ли это что-то. Понятное дело, что никаким юридическим документом это не является, но чем больше будет активности вокруг этой ситуации, вокруг этой проблемы, чем больше будет информации поступать в адрес YouTube и чем больше будем афишировать эти вещи, тем больше вероятность, что они, во-первых, обратят внимание, во-вторых, будут вынуждены принять какие-то меры для пересечения репутационных рисков, для сохранения своей репутации и в целом для того, чтобы как-то нивелировать эту конфликтную ситуацию. Поэтому, если вам не сложно, петицию подпишите, но не рассчитывайте на нее. Дальше. Что касается самой статистики сети, продолжаются отключения каналов. Если еще вчера было 105 тысяч каналов, сейчас уже 100 тысяч каналов. Еще 5 тысяч каналов выбросили. Что будет дальше, пока неизвестно. Более того, один из участников нашей группы прислал информацию о том, что компания Quiz Group Rus ликвидирована по решению учредителей. Причем компания перестала существовать с ноября месяца 2015 года. Понятно, что у них есть другие какие-то юридические лица, на которые они могут переносить свой бизнес и так далее. Но это не первая компания, которая была ликвидирована. Ранее была еще ликвидирована другая компания, которая, в принципе, тоже является юридическим лицом к виза в России. Если кто-то может пояснить, для чего это проводится, для чего схема, когда существует международное юридическое лицо и ряд российских юридических лиц. Пожалуйста, напишите об этом мне, напишите в комментариях, то ли это для ухода от налогов, то ли еще для чего. И если мы сможем таким путем, анализируя информацию о закрытых юридических лицах и еще какие-то данные, установить факты нарушения законодательства, это тоже будет нам на пользу. Поэтому, кто разбирается, пожалуйста, сообщите. Теперь нам нужно продолжать как-то восстанавливать справедливость. И для этого сейчас нужно написать жалобы в центр сертификации YouTube. Как, собственно, писать? Авторизуйтесь в том аккаунте, который был отключен от квиза, тот канал, по данной ссылке. Ссылка будет продублирована в описании, также вы ее найдете в группе. Указывайте реальное имя, контактный адрес электронной почты. Дальше пишите текст жалобы. Сам текст я приводить не буду, потому что жалобы вы должны написать каждый сам, чтобы это не было какой-то единой спам-рассылкой. А именно это было обращение партнеров с жалобой на сертифицированную компанию YouTube. Отразите следующие аспекты. То, что, собственно, происходило с вашим каналом. Это неправимерное отключение канала от медиа сети, вопреки партнерскому соглашению. Неисполнение финансовых обязательств перед вами, как партнером. То, что не заплатили доход за ноябрь, соответственно, за декабрь тоже. Либо заплатили не в полной мере, без объяснения причин. Игнорирование вопросов, либо шаблонные ответы, несоответствующие действительности, которые исходят из службы поддержки медиа сети. И выразите свое желание призвать к ответственности медиа сеть и получить доход в полной мере. Либо хотя бы получить квалифицированные ответы, оценку сотрудниками YouTube данной ситуации. Я рекомендую вам писать в разные дни. И если вы пишете жалобу более чем с одного аккаунта, то со второго, третьего и так далее, пишите с другого IP-адреса. Можете через Tor-браузер, можете через Anonimizer или VPN это делать. Я думаю, что будет правильно подавать жалобы постепенно. Выберите какой-то интервал времени. Желательно не больше 10-20 в день, но делать это каждый день системно. Тогда на нас обратят внимание. И более того, когда есть факты, фактическое обращение партнеров в YouTube, тогда уже можно вести предметный разговор со службой поддержки YouTube о том, что действительно эта ситуация подтверждена обращениями партнеров, а не просто кто-то пришел и говорит, вы знаете, там партнеров отключили, надо что-то сделать. Нужны всегда факты. Нужно изложение детальной ситуации и обращение в YouTube, чтобы можно было предпринять какие-то меры. Что касается информации от юристов. На данный момент проанализирован договор, точнее это даже не договор, это соглашение между партнером и Quiz Group International. Согласно данному документу, в принципе, у партнера каких-либо прав нет. И очень-очень низкую вероятность назвали отстоять какие-либо права по данному соглашению. Ну и естественно, это вполне ожидаемо, что квизы подстраховались, составили документ таким образом, чтобы ни за что не отвечать, ни при каких условиях. Что касается фактов нарушения законодательства Российской Федерации, ну в частности, мошенничество или воровство, это пока находится в процессе рассмотрения. Как будет получен ответ, я вам сообщу. Также рекомендации о порядке действий я вам буду сообщать. Напоминаю, что вся дополнительная информация, свежие новости, находится в нашей группе, ссылка в описании. Спасибо, поддерживаю вас, уважаемые друзья, и все, кто попал в эту ситуацию. Будем продолжать попытки ее решения. Держитесь, всем пока.